Наш Владимирский собор В общем, была попытка как раз подойти к евхаристическому собранию на приходе. Ну, как вы знаете, тоже неудачно, известно, чем она кончилась в конце 93-го года и в начале 94-го. Но, тем не менее, это всё-таки существовало не один год. В центре Москвы, в Срединском монастыре, там были люди на 90 с лишним процентов, прошедшие вот ту самую нормальную святоотеческую катехизацию. Ну, примерно год, который в те времена длилась. Были люди, только-только прошедшие это оглашение. Были люди, которые уже давно прошли, уже не один десяток лет как прошли это оглашение. Но это научение действительно очень сильно изменило обстановку в храме. Вот правда, единодушие было удивительное. С большим удовольствием приходили верующие люди из соседних кварталов, и никто не убегал, схватившись за голову или что-то. Нормально, абсолютно люди реагируют. Более того, им всё очень-очень нравилось. А это были простые, ну, совсем простые люди, ну, вот как в центре Москвы бывает. Мы тогда получили благословение у Святейшего. Вот такой, ну, собирали заявки на членство в приходе. Потому что ни один приход сейчас не имеет членства. А коли нет членства, нет границ. Нет границ, нет ответственности. Священник не может отвечать за приход, потому что он не знает, что такое его приход. Он знает какую-то инициативную группу. А вот здесь мы хотели именно создать вот такой список прихожан, те, которые готовы быть именно членами прихода. А значит, и в хористическом собрании. И отвечать не только там за хозяйство, за то, за всё. Быть дворниками, и чистить подсвечники, и мыть пол. А всё-таки заниматься чем-то и более ценным в церкви. Более значительным. Записалось не так много. К концу 93-го года, не помню, ну, человек сто, скажем так, условно. А прихожан был тысяча. И вот складывалось что-то типа и в хористическом собрании. Вот что важно. На приходе. Приход есть приход. Епископ всегда может спокойно перевести настоятели. Так сказать, с одного места на другое, на третье, пятое, десятое. В этом смысле приход, пока есть такая практика антиканоническая, приход не может быть и в хористическом собрании только хотя бы поэтому. У нас нет ни одного приходского и в хористическом собрании. Потому что есть хотя бы этот фактор. Даже если и священник всё вложит и сделает настоящее братство. Все прихожане будут членами этого братства. Будут все знать. Вот это оглашаемый, вот это ребёнок, вот это больной, вот это здоровый, вот это огласившийся, вот это ищущий, вот это ещё кто-то. И все будут адекватно друг к другу относиться, с полной ответственностью. И будет не просто личное такое отношение, но ещё будет именно братское и общинное начало реально существовать. Можно это сделать? Можно. Это не приход рождает. Действительно, это рождается вне прихода. У нас это получилось случайно, стало рождаться во время оглашения. Именно во время оглашения. Есть другие опыты. У Непфлюева это рождалось в христианских школах. Вот с детства он брал этих вот ребят и воспитывал. И так рождались и в общине, и в братстве. И они уже приходили на приход. Приход не способен родить евхаристическое собрание. Но он способен вместить евхаристическое собрание. Вот мы не дошли до евхаристического собрания, потому что вот это созреть до того, чтобы отвечать за происходящее в церкви, даже после оглашения, смогла только десятая часть прихожан. Даже далеко не все члены братства. Братство было уже почти тысячи человек в братстве нашему, Преображенском. Но не выгнали бы из Владимирского собора, Средневского монастыря, с нагайками, то, может быть, и в христианское собрание бы родилось. Но временно. Потому что все равно рано или поздно выгнали бы. Кому-нибудь понравился обязательно этот храм, этот монастырь. Ну, так оно и было ведь, на самом деле. Вот, мне кажется, это тоже был положительный очень опыт. Можно было бы достичь того, что все полные члены церкви, вот все верные, то, что в древней терминологии называлось, могли бы подписаться и взять на себя ответственность, и как-то ее реализовывать, кто лучше, кто хуже. Я думаю, что тогда это было бы и в христианское собрание. Оно было бы по-настоящему, благодарящее собрание. И никаких препятствий для этого не было. Там бы все совершалось, и таинство, и... Вот церковь бы раскрывалась, вот, когда люди способны были бы смотреть друг другу в глаза ради Христа. Спасибо. Продолжение следует...